Дай я поставлю на стол, что-то вот сюда вот поставь и всё. Это находка. Как это? Не надо. Ну, грязные ботинки свои. А он чистый, мы помыть. Законно спрятались. Да не прячься, всё. Наоборот, таких надо показывать, стажёров. Чем больше, тем лучше. Вы своё что-то заладили и одно и то же повторяете. Одно и то же. Я вам бесчётное количество раз. Я вам вопрос задаю один, вы отвечаете на другой вопрос, на свой, который у вас в голове крутится, видимо. Я вам говорю, я прошу вас взять в руку вот это вот обращение. Спасибо за урок, грушковый язык. Вот это обращение, понимаете, вы не на тот вопрос отвечали всё это время. Стоит, раздевай. Вот бы так ваша мама пришла бы, да, вы издевались бы на дне, а? А он сказал, что я... Вам не стыдно врать вообще, нет? Не краснеете. Доложил, дежурно. Нехорошо врать, мы же знаем. Как шло? Врать не хорошо. Нет. Всё правильно. А вот, можно, куда? А вот, прям на стол поставь. А куда? Ну, кнопку поставь. Проходу мешать. На стол поставь, конечно. Отдаём заявление. Да, я поставлю на стол, что-то вот сюда поставь, и всё. Это находка. Как это, не надо? Ну, грязные ботинки твои. А он чистый, мы помыли. А уровень загрязнения, как вы определились? Тоже эксперт. Вот, смотри, где итогу. Давайте посмотрим, где грязные. Покажите мне. Чисто, абсолютно. А, вы знаете, где стоял? Откуда вы знаете, откуда мы принесли? Откуда вы знаете, может он с карманом? То есть, вам известно, было, что он стоит. Не надо предположения. Ну, не стройте свои доводы на предположение. Дома будете предполагать. Некрасив. Значит, давайте я расскажу, что я написал. А вы не указывайте мне, что и где делать. Понятно? И предположения не надо. И норовоучения не надо. Закон запрещает. Понятно вам? Несите службу. Короче, спустя полтора часа нахождения в отделе полиции, никто не принимал заявления, не вышел ответственный, не вышел дежурный, как он говорит, час выйдет. Не дозвонился он в канцелярию, забыл про меня совершенно. Ну, листочек единственное принесли. Да. Попрошу зарегистрировать, в установленном порядке рассмотреть, а раз они бездействуют в самом начале, им все равно придется это делать. И такое содержание, то, что около входа на парковке расположена в проезжей части. Удачи. Да. Все закончилось. На проезжей части конус. Вот этот вот принесли. Просим принять как находку и привлечь к ответственности виновное лицо по 12.33. Под лица, которое выяснили? Да. Сотрудник полиции Митр Сергей Валерьевич запрещал видеосъемку при принятии заявления, что нарушает мои права и положение статьи 29 Конституции, пункт 4 Конституции РФ. Я потом напишу, то что я прошу прекратить противоправные действия. Прошу привлечь к административной ответственности сотрудника полиции, который в 11.30.14.02.2020 года около ОПФ, около отдела полиции по адресу Гагарин-103 осуществил остановку ТС в зоне действия знака 327 и двигался непристегнутым ременом безопасности. Управлял ТС ГРЗ А532 ОУ-123. И прошу привлечь к ответственным двух сотрудник полиции, которые без головного убора находились на улице и представляться отказались. Кроме того, прошу прекратить противоправные действия в части введения видеосъемки при принятии заявления в отделе полиции. Да. Вот такое заявление. Можете ли вы написать адрес? Это в Верховном Суде сотрудник полиции. А, как иначе? Или вы думаете, что отписку дадут ваш начальник? И все, нет. Нет, это не прокатит. Здесь видеосъемка имеется. Будете много вспоминать об этом. Чтоб знали, как граждане живут. Когда ваши, значит, полуобразованные некоторые сотрудники, когда просифицируют материалы и думают, что все будет гладко. Нет. Во всей стране происходит. Ну, в Тюмени задержали за неправомерные действия 266. В Сочи нажмем. В Краснодаре покажем тебе. Хватит людей полезными делами. Так, срегистрируйте, пожалуйста, устанавливаем закон о порядке. И дайте мне, пожалуйста, талон уведомления КУСП. И не долго, не час, нету. Все потратили на вас. Ускоряйтесь. Подождите. Это не сотрудник полиции, она сказала. Девушка. Хотел обратиться, она говорит, я не сотрудник полиции. А, стажер? Понял. Если не будете, как по столу себя вести. Законно спрятались. Да не прячьтесь, все. Наоборот, таких надо показывать, стажер. Чем больше, тем лучше. Вежливых. Молодых. Вежливых. И вежливых. Вот так он. Да, дадим тебя, а то он вас не красит. Чем не снимается? Попадайте в кадр случайно. Звездой будет. Да нормально все. Звезды те, кто нарушает. Ладно, будем его вот лучше. Она корректная, вежливая. Какие наоборот вызывают. Чтобы не испортились со временем. Не превратились вот в сухого вот такого вот гражданина. А все слышно, как дверь стучит. А поэтому он стоит здесь, поставил стук, 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 стук. Понятно. И подоконник, не дали вешалку, даже он лежит. Грязный. Он просто не знает. Как вы определили степень его чистоты? Вы где? Вот видно визуально. Да, пыль видно. Я визуально визуально. Как вы видите визуально? Так же, как вы, да. Или вы лучше визуально определяете, скажите? И учились где-то. Визуализатор определения загрязнения. Он архиологическим методом воспользовался. А вы что-то как-то пропустили людей вперед меня? Сотрудник. Сотрудник. Я вообще-то к вам обратился раньше. Я не знаю, кому вы обратились. В смысле? Я к вам обратился, попросил зарегистрировать в установленном порядке. Сейчас к вам выйдет дознаватель. Какой дознаватель? Слух, приглашайте. Где-то, где-то, я уже пригласил. А когда сейчас? Сейчас это сколько времени? Я пригласил. А можно, чтобы просто дежурную часть сдать заявление? Мне КУСП выдали, талон, и все. Больше ничего мне не нужно. Дежурную часть о вашем желании подать заявление. Это не желание, это требование. Что-то перед требование. Вот, требование. Вот, примите. Это мое дело, где мне желать. Где ваше дело? Вот, положил листочек с обращением. Вот, примите, пожалуйста, у меня. Сейчас выйдет дознаватель, как мне пояснили в дежурной части, примет у вас заявление. А что персональные данные вы оставляете на показ всем? Вы положили его. Я вам его положил, в отдел полиции. Вы его положили, я его не трогал. В отдел полиции я сдал. Что хотели? Ну, я его не трогал. В отдел полиции у нас переехала. Довным домом. И подробную 10. Отдел полиции положил, да? Дробь 1. И подробная 10, дробь 1. Один мне говорит, их не полностью. Другой говорит, положил заявление. А можете просто кому-нибудь из дежурной части пригласить, чтобы выдали мне курс? Я уже написал даже обращение. Я приглашал неоднократно. Дежурный. А можете ответственно пригласить? Можно мне по телефону связаться с секретарем? Приглашал и дежурного, и ответственного. А как позвонить секретарю снизу, гражданину? Можно мне связаться? Дайте мне, пожалуйста, телефон. И номера все дайте, по каким можно звонить. Я позвоню сам. А то мы, может, не туда тыкайте номер умышленно. А, вы на прием еще хотели записаться? Да, да, да. Можно мне самому только позвонить, пожалуйста. А? Что-то непонятно. Все. Все, с камеры пройтись. О, страшно ли, что ли? Ничего себе. Какой же вы гражданин? Бесправный. Раб. Наверное. Вы же наши защитники. Не говорите чепухи, женщины. Не, так должно быть. Конус транспортировался. Они издеваются, понимаете, стоят. Да, конечно. Да они над нами издеваются. А над бабушкой-то и подавно. А вы не могли этого помнить? Я его не объяснил, что ли заводит, чтобы не отменили? Он не полицейский. А кто же поможет записать? А, он заделся. Понятно. Так что же надо помочь? Заявление в сторону. Не одного полицейского. Ой, а все, что я могу прости. Дежурную часть, подойдите. Ага. А кто? А кто? Я не могу, да, пройти меня. Что вы хотели? Я хочу спросить, поступала Чистякова Олеся или нет? В каком смысле поступала? Ну, может, ее забрали в милицию на общежитие. Документы можно ваши? Ой, у меня-то как серо-копия. Я не буду носить серо-копия. Да, интересно. По серо-копии? А что, под копией можно, да? Просто не знаю. Я на будущее просто уже копию будут. Брать с собой. Можно, да, проходить на серо-копию? Ну, о чем он, если вы стоите? А мы не знали просто. А мы не взяли копию сегодня. Какая полезная. Да. Тогда мне нужно тоже. А можете меня по оригиналу заявление пропустить? ну пожалуйста камеру уберите пожалуйста я вас пропущу только без копии не, камеру не уберу а могу дай я прочесть по копии, да? можно тоже будем знать а вон смотрите с чемоданом прошел откуда мы знаем он царь а может у меня кто-то принять или принять как вам больше нравится заявление о жалобу а может просто дежурную часть принять и все я сообщил дежурную часть нажимайте а где цирк у вас находится, можете адрес сообщить не на Гагарина случайно может туда пойти сходить есть цирк у дежурного ответственного заявление надо зарегистрировать уже даже сами написали в раз 50 уже вот как получается слышишь? за бездействие уже до начальства дошло где же заявление? нет сами написали вы что-то выходили а кто звонил? не получилось может важно нет, это жрамка моего обращения как не важно откажется сообщить я обязан вам докладывать? не обязан нет, не обязан это жрамка моего обращения не обязан я спросил просто связаться вам с определенными должностными лицами хороший человек звонил по личной беседе? я бы назвал бы, но на меня статью заведут нельзя, понимаете? нельзя а может кто-нибудь у меня принять жалобу? все, спасибо большое вот такую вот или вы не отказываете в реализации моего конституционного права? человек сам написал не хотят понимать а вы не отказываете в реализации моего конституционного права? или не отказываете? я сообщил в бюджерную часть у вас примут заявление ваше обращение время 11.56 полтора часа нахожу здесь для того, чтобы приняли заявление пока не получается хотя обязаны в кратчайший срок по законам это сделать и рассмотреть ну, соответственно, со сроками установлены действием законодательства а принять в кратчайший срок вы показывай правду, так вы показывай никак не показывай так скажите, так отказывайтесь принять заявление и все, и мы пойдем дальше ну, примите, пожалуйста примите я сообщил дежурную часть к вам выйдет дознаватель примите заявление не надо мне его пихать сюда примите заявление А им зачем? Можете принять, пожалуйста, заявление Я сообщил дежурную часть А можете принять, пожалуйста, заявление Гражданин Будьте так любезны, примите, пожалуйста, заявление Зазнаватель Зазнаватель выйдет, а снова зазнается А может просто кто-то из дежурной части Принять мое заявление и выдать куст Я пригласил сотрудника дежурной части А будьте добры, можно самим, самому передать туда Мое заявление А передайте пожалуйста В дежурной части Чтобы мне выдали талончик уведомления Вот передайте пожалуйста Мое Вот этот листочек Передайте пожалуйста Вот этот листочек Передайте пожалуйста в дежурную часть Вот мое Мое заявление Будьте добры Передайте самостоятельно Раз я не могу туда пройти Раз вы запрещаете проходить с видеокамерой, даже с выключенной, туда и самостоятельно подать жалобу. Будьте любезны, передайте, пожалуйста, в дежурную часть, чтобы мне выдали талон. А будьте любезны, я не прошу вас сообщить, вы слышите мой вопрос. Я прошу вас передать в дежурную часть. А можете передать, пожалуйста, в дежурную часть? Передайте, пожалуйста, в дежурную часть. Вот мое заявление. Не передать то, что я здесь, не сообщите, а передайте лист конкретно. Можете передать, пожалуйста, лист или отказывайтесь? Сотрудник полиции с номером, с нагрудным значком 0188-54. До свидания. Обязательно, и с мусором подъедем. До свидания. И с вашим вопросом помогу. Если хотите, я все равно в дежурную часть. Ну вы, не надо, говорите на камеру. Вы смс-сообщение на этот номер напишите с адресом и так далее. Я вам перезвоню, встретимся, я вам помогу бесплатно. Так, я так понял, вы не можете, да, не будете передавать дежурную часть. Я пригласил дежурного. Нет, можете самостоятельно вот в руку взять. Вот, в руку взять. Я пригласил дежурного. А можете в руку взять свою. 36 приказ выполните полиции. Можете в руку свою взять и просто передать дежурную часть. Я пригласил, я вам доверяю. Можете передать? Я пригласил дежурную часть. Вы слышите меня? Я вас не прошу пригласить. Я вас прошу передать. Можете передать дежурную часть мое заявление? Алексей, 36 приказ. Ну они отказываются, да. Вы поняли час, стоим, не можем заявление. Вы не могли бы, пожалуйста, передать дежурную часть мое заявление для получения нового уведомления? Я пригласил дежурному ответственность. Будьте так любезны, возьмите в руку, передайте, пожалуйста, мое заявление. Нами разберутся с заявлением или с делами? Можно, пожалуйста, передать. Вы не ответили на мой вопрос. Вы не ответили на мой вопрос. Вы свое что-то заладили и одно и то же повторяете. Одно и то же. Я вам вопрос задаю один, вы отвечаете на другой вопрос. На свой, который у вас в голове крутится, видимо. Может, вы сами себе задаете. Или нафантазировали что-то. Можете, русский язык понимаете, хорошо? Я вам задаю вопрос конкретный. Можете ли вы взять в свою руку? Я вам сказал. Вы не перебивайте, пожалуйста, гражданина. И не дослушали вопрос. Вы вопрос не дослушали. Скажите, можете или нет. Просто да или нет. Я вам сказал уже. Я на ваши вопросы ответил. Да вам задают, не дежурному. Вы что одно и то же повторяете, а? Что одно и то же повторяете? На каком основании? Голос не надо повышать. Почему это? Хочу, повышаю. Мое право. Потому что хамы некоторые издеваются надо мной. Возьмите в руку, пожалуйста, заявление мое. Некоторые. Граждане оценят сами, какие там издеваются. Можете, пожалуйста, взять в руку. Я пригласил дежурного ответственного дознавателя. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. А будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Можете ли вы или не можете? Я пригласил дежурного ответственного дознавателя. А можете русский язык у вас нормально? Вы понимаете своей головой, что русский язык есть или не понимаете? Очень хорошо. Тогда ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Можете принять заявление или нет? А можете взять в руку заявление, передать дежурной части и мне талон дать? А? Че вы заладили одно и то же? Я слышу это миллион раз. Вы на мой вопрос не отвечаете. Вы на мой... Правильно. И не отвечаете. И не отвечаете и издеваетесь. Ничего не делай. Даже не звоните. Примите, пожалуйста, возьмите, пожалуйста, в руку. Я пригласил дежурного. Возьмите, пожалуйста, в руку мое заявление. В руку возьмите, в свою. Передайте в дежурную часть, чтобы мне талон выдали. Можно это сделать или нет? Выйдет дежурный, выдаст вам талон. Я не понимаю. Вы можете выдать или передать, или отказываетесь? Вы можете или отказываетесь? Вы отказываетесь передать в дежурную часть мое заявление? Вы отказываетесь передать дежурную часть моего заявления? Сотрудник полиции выполнит 736-й приказ министра Колокольца. Вы отказываетесь или нет? Вы отказываетесь, у вас русский язык. Как сотрудник полиции берут с плохим знанием русского языка? Я ему задаю один вопрос, а он отвечает на другой. Послушайте, я не спрашиваю, кто выйдет. Если бы я спросил, выйдет ли кто-нибудь или нет, примет заявление, вы бы тогда сказали, дежурный выйдет и примет. А я говорю, я прошу вас взять в руку вот это вот обращение. Спасибо за урок русского языка. Вот это обращение, понимаете, вы не на тот вопрос отвечали все это время. Я не могу вам добиться и объяснить, что вы не на тот вопрос объясняете мне и рассказываете. Вопрос один. Можете ли вы самостоятельно взять в руку... Выдет дежурный, дознаватель, либо ответственный. А что вы не слушаете мой вопрос? Можете мне в руку свою взять вот эту жалобу мою и передать дежурной части, или не можете? Полтора часа заявление сдать. Написанное собственноручно. Что вы издеваетесь? А можете у меня принять, пожалуйста, жалобу, а? Дежурная часть. Да я вообще такой первый раз слышу. Да разгонять весь отдел надо. Дай мне поиспей, мы уйдем. Куда-нибудь. Вы что, вы не платные хотите, что за насчет, они поймут. По-моему, сторожей много будет скоро. В магнитах, других магазинах, пятерочках. А мы будем приходить проверять, как они не слушают. Ну да. Как просрочку там следят за ним. Кубанка. Это тотальное нарушение, да? Я их тут гонял, оперу, нарушение. Ну они что, посмотрят там. В МВД колокольцев глянет на то, что у вас происходит. С журналистами так себя ведете. А можете принять, пожалуйста, заявление у гражданина, дежурная часть? Они решают со всей сердцем. Можно принять? Вот, написал. Кто может принять? Были случаи. Сейчас полтора часа, два уже пошло. А вы кто? Можете представить, пожалуйста. Кто может представить? Полностью? Да, конечно. Весь формы. Весь формы, да. Вознаватель отдел полиции. А фамилия, имя, имя, что есть у вас? Ручук Татьяна выпустил. Смотрите, я в течение двух часов приблизительно стою здесь, нахожусь. Вот этот гражданин седой в форме издевается надо мной. Просто-напросто все эти два часа. Так у вас жалоба, у вас не заявление. Ну какая разница, что у меня? Ну какая разница, что у меня? Мне принять надо. Сейчас. Я можете как хотите. У вас в обоих надо принять? Нет, вот одно. А вы? У вас тоже? А я потом напишу. Следственный комитет проходит. Да, по всем факторам. Потому что меня здесь толкали сотрудники полиции, причиняя вред моему здоровью. А я, между прочим, вибрая вчера сограничиваю. Нет. А форму нацепили, чтобы издеваться над гражданами или что? Не подскажете? Для издевательств. Для издевательств. Стоит, наверное, раздевает. Вот бы так ваша мама пришла бы, да? Вы издевались бы на дне, а? Или президент. Не трогайте. Ваша мама пришла бы, издевались бы так же? Мои мамы нет живых. Я прошу, я не трогаю. Что? Ну, кто-нибудь пришел? Жена. Не важно кто. Почему мы ее трогать не надо? Почему? Я не трогаю. Я говорю, пришла жена. Пришла бы ваша жена здесь и так бы вы издевались над ней или что? Так я не трогаю, я спрашиваю. Я спрашиваю, если бы ваша жена пришла, вы бы так же издевались бы? Я ее не трогаю вообще, она мне не нужна. Трогает. Или дети ваши пришли бы заявление подавать, вы так же издевались бы? Алексей Александрович. Извините, насчет мамы не знал. Родственники ваши пришли, не важно. Что? Если президент пришел, вы так же издевались бы над ним, стояли бы, а? В присутствии президента, если бы вот здесь стоял Владимир Владимирович Путин, вы так же издевались бы над гражданином? Можете подсказать? Или это вы так ведете себя просто, пока нет никого? Должностные лица не видят. Вот сегодня прихожу, опять было 3-4, я не сдавал вот так их находку, отписки идут, что не установлен никто. То есть у отдела полиции какие-то подлецы, совершенно неизвестные, приходят, совершают административное правонарушение, самоуправо, 19.1 КОАП, 12.3 статья загрузинного дорожного полотна КОАП РФ. И никто не знает, как мне не возмущаться. Это вы, дознаватели, вы к этому не относитесь, сидите. Вот конус, вот принесли даже. Никто, лентяи в отделе полиции, никто не вышел даже. За 2 часа не вышел никто, он сам написал своей рукой, никого не просил даже писать. Хотя имеет право, нет, не приняли. Ну, КУСП можно выдать, мы нажимаем, нет. Да, сейчас, одну минуту, я подойду с объяснением, с планком объяснения, я вас отберу, хорошо? Не, объяснений не будут никакие, давай отказывать, 51 статья, вот, все. Ну, как, очень просто, 51 статья. Там все изложено по-другому. Я потом буду подавать жалобу. Не знаю вашего адреса, номера телефона. Вот, электронный адрес. О, электронный адрес. А у меня телефона срочно так. А как с вами связано? Вот, по электронному адресу. А, нет, у меня телефона надо. А, мой, запиши. Да, запиши. Потому что с кем связываться? Нет, запиши мой телефон. Давай, давайте запишу. Ну, немножко неправильно, ваша дочка. Да какая разница, я в любой форме могу подавать, какая разница, что правильно, что неправильно. Вы рассмотрите, ответьте. Я вот так подал, посчитал, нужно. Еще неправильно что-то стоите, издеваетесь надо мной. Я спокойно с вами, молодой человек? Да просто издеваются тут уже 2 часа. Я с вами спокойно. Я понимаю, что спокойно. Ну, я с вами сколько правила? 3 минуты? Да, в общем, в целом издеваются. И вы тоже присоединяетесь к этому. Неправильно чуть-чуть. Ну, потому что... Примите и все. Что вы читаете? Давайте так сделаем. Сейчас мы допишем номер телефона. А что вы читаете сейчас? Можно просто принять и все? Подождите, я должна узнать. Подождите, вы сказали конусы. Я должна выйти осмотреть. Я должна с бланками подойти, отфотографировать. Где это вы нашли? Мы извиняемся, ты извиняй. Я вас попросила подождать 5 минут. Я схожу за бланками и прямого заявления. Вы начали на меня ругаться. Да просто уже слишком много времени. Я не говорил некомпетентно. Ну, подождите, я вам попросила подождать. Я ни слова не сказал некомпетентно. Я скажу, что все издеваются здесь в отделе полиции. С чем я нахожу издеваться? Я сказала, подождите 2 минуты, я схожу. Что немножко неправильно вы сказали. Давайте с вами сделаем так. Алексей немножко успокойся, потому что он возмущен тем, что так... Я понимаю, что как вам... Ну, конкретно конкретно... Можно я сейчас подреку? Потому что мне нужно осмотреть месяца. Телефон, допишать. А вот мы уже принесли вы сюда. Мне надо осмотреть, где вы нашли. Без вопроса. Я вам лишь покажу. Сейчас мы номер допишем. Да, номер телефона, конечно. Объясню, почему он неправильно писал. Потому что обычно сотрудник выходит и разъясняет, как это делать. Вот я к вам вышла. Я же начала вас принимать. Да нет, тут просто надо написать. Тут округа надо. Я сейчас вам скажу. Не дописывай. Хорошо. Просто видите, как 2 часа потратили. Временно объяснение. У нас уже нет. Придется, вы по телефону опрашиваете. 2 часа написано, собственно, что заявление нельзя принять у человека. Потому что на них заявление. Понимаешь? Конечно. Поэтому они не хотят это все делать. И все убежали, поспрятались. Так, я в дежурной части. Я на них уже писал заявление за эти конусы. Знаешь, сколько? Они тут бегали у меня. Не знали, что делать, бедолаги. Докончался, блин. Так нет, ну а кто-то мимо проходил, представляешь. Просто мимо проходил человек, говорит. Ну, что я могу. Это Прикубанка. Сейчас Игорь Владимирович мне там передал такие кадры. Ну, без обороны убора-то нельзя все равно. А можно же, да, с обороны убора, правильно, собренька. Что, без обороны? Не обязывает формой его. Обязывает, как все, все должны сотрудить. Не, подожди, сейчас. Так, ну, наконец-то, спустя 2 часа приблизительно принимает у меня обращение. Сейчас даже место будем осматривать. А, подождите, Алексей, ты за урну написал? Нет, ты же сказал, да ладно. Это сами пусть разбирается. Прямо стоял на парковочном месте, посередине. Это вообще урна даже уже нет. Я здесь-то такая вот ерунда, понимаешь? Бычки. Вот я мусор свой в кармане нашу, потому что не выкидываю. А потом жалуются. Ну, и граждане же кидают, не только полицейские. И граждане кидают, понимаешь? Послушайте, я забыл ваше имя-отчество. Что? Как вам обратиться? Дознавателя дела полиции. Не, имя-отчество. Вы просто не говорите. Ручок Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна. Да. Я все, конечно, понимаю. Можно вашу фамилию? Мы очень спешим. Фамилия написана там, Шамардина АА. Можно, пожалуйста, я покажу, где этот конус расположен? Мне же надо записать с вами. Вы, значит, зарегистрируйте мое обращение. Кост мне талон дадите. И мы пойдем. А вы дальше будете сами разбираться. Потому что времени просто нет. Можно ли ты с вами осмотреть место? Я два с половиной часа потратил просто так. Ну, я же не виновата, что я проходила мимо, не хватит, а назад. Вы конкретно нет, но работники, сотрудники отдела полиции напрямую связаны с потерей времени. Понимаю вас, но, к сожалению. Здравствуйте. О, исправились, спасибо. Да, пожалуйста. Можно я секундочку? Да, пожалуйста. Я если это... Так, два часа потребовалось для того, чтобы приняли простое заявление. Теперь понятно, почему у шифровального училища не могут убрать уже приблизительно два года хлам. Если по одному принимают заявление в течение двух часов, то у шифровального училища... Полная или журная часть? Да, это там всегда полная. Никто не вышел? Никто не вышел, да. Ну, это мы все потом оформим. Оформим. Да, что съемка запрещена? Я вам уже все сказал. Что думал? Ну, что там, дозвонили с канцелярией, нет? Или вы забыли? Нет, не забыл. Что, нет связи, да, с канцелярией? Все. Может, в ровность подойдет? Пропала связь. Как урна. Как конус. Да, вот это полиция работает. Так, выдумываете, да? Трубчик взял, это стоит. Думаю. Звонить или нет. Что делать? Он вообще может набирать не тот номер и говорить, что все равно. Да, посмотрим, какой набирает. 8074, по-моему. Сейчас посмотрим. 8074. Угу. Все. По-моему, телефон у вас накрылся. Сломался телефон. Старый какой-то он, сдряхал. В полевое время тоже. Да, бесполезно записаться гражданин на прием. Бесполезно просто. Боится нас начальника. Только через президента записаться на прием придется. Потому что у вас куча требований, я не успеваю все выполнить. Законно. Законно. Вы ни одно не можете выполнить. Потому что вы не сосали. Вы ни одно не выполнили до сих пор. Не обосновывайте свое какое-то действие. Не, он сослался на статьи, которые вообще ни при чем. А Трисогурский не надо использовать таких случаях своих? Вот эту. Ну, которая в этом кресет. Как она называется правильно? Не нужно. То есть он что, не может быть преступником, да? Он лучше меня. Меня проверяют Трисогурский. Я сказал, что он лучше у вас. А что вы не проверяете? А? Доверяйте. Мне надо перед вами читаться. Конечно. Или 51 уберяйте. Я хочу понять, дискриминация или нет? Нет, не дискриминация. А что это? Это так законно? Надо всех проверять. Отвечает только на те вопросы, которые ему кажется... Да, он не отвечает. Я ему задавал один вопрос, он отвечал по-другому совсем. Ну, я видел. Я спрашивал. Он и мне так. Я спрашивал, можете, пожалуйста, взять в руку мою жалобу и передать дежурную часть? Он же сейчас выйдет вам сотрудник. У вас приняли жалобу? На другой ответ. На вопрос отвечал. Кстати, вас я не снимаю. Я снимаю вот эту замечательную... У меня приняли только потому, что я громко стал просить и дознаватель, проходящий мимо, увидел это все. Случайно. Случайно. Он не мимо проходил. Вы его вызвали специально для вас. Тоже его вызвал. Дежурная часть. Смотрите. Сумка. Радикюль. Что-то не проверено. Чемодан. Радикюльчик. А вот смотрите, у меня меньше. Вот у меня какой. Смотрите, маленький. А у него какой? Огромный. Там можно, знаете, суху провести. Не понятно, чего. Чего ж не проверяйте, а? Знаете его? А? Попрыгну. Знаете, да? Так, ну что, в дежурную часть с видеокамерой нельзя пройти уже? Нет? Нет. А с выключенной можно? Убирайте камеру, проходите. Куда убирать? Дежурную часть. А где написано, законе, что я должен убрать ее? Можно в руке. Можно в руке, у меня некуда. А, все. Так, выключи, все. Выключаю. Все, выключи. Можно, да, пройти? Убирайте. Там выключил. А куда? Выключил, все. Закрыто, видите? Все. Вижу, что закрыто. Ну, не горит лампочка. Лампочка горит, когда включена. Ну, пропускает? Можете пропустить дежурную часть. Камеру убирайте, проходите. Так вы же сказали только что, выключайте. Именно надо убрать куда? Куда надо убрать? Что за требование? Куда? Мы обжаловать могли. Удобное вам место. Я удобно. У нас удобных нет. У меня сумка полная. Просто некуда класть. Куда убрать-то можно? Сумка, если полная. Сейчас камера хранения. Вывалится камера. А? Здесь у меня? Да. Себе можешь возьметь. Возьмите себе. Нет, спасибо. Не хотите? Нет. Потом отпечатки снимем. Так что, пустите вы? Зря не хочется. Камеру убирайте, проходите. А куда убрать конкретно? Куда убрать-то можете? У нас камера есть на телефоне. Ну, непонятно. На телефоне мы на телефон можем снять. Убрать куда? Подождите-ка вас, Алексей. Да, сейчас включу камеру. Подождите, а то просил выключить. Всё? Вот, и ваш талон-уведомин здесь распишитесь в получении. Я вам ваш... А вас вызвали для нас или вы случайно проходили? Мы вообще... Случайно проходили мимо, скажите, пожалуйста. Ну, нет, я по рабочим моментам. Нет, ну, понятно. По своим рабочим моментам. Вот вру, ну, а. Не стыдно врать, а, сотрудник? А он сказал, что... Вам не стыдно врать вообще, нет? Не краснеете? Доложил в дежурную тему. А, нехорошо врать, мы же знаем, как шло. Как же? Нет. А особенно сотрудникам, согласны? Согласен. Вот так. Сколько раз? Да. Ну, пожалуйста. Сколько раз попадался на вранье? Ну, пожалуйста. Ну, я вас прошу. Всё, всё, всё. Подпишитесь, ваш половинник. Ну, мы просто уже не можем. Вот ваш талончик выдавления, вот ваш номер КУСП. 64-01 от сегодняшнего числа. Всё, 64-01. Ответ мне дадите соответствующий, да? Конечно. Видеосъемку мы вам представим. Конечно. С вами сажется по номеру телефона, контактный, который вы указали в вашем. Спасибо большое. Удачной вам службы. А он, грубо. Спасибо за то, что вежливо и быстро всё приняли. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вот так вот. Эх, 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 эх. Как вы? Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Чедёрничает. Ай, ой, ой. Ну, не все отвлекает от сотрудника. Ну, ему же еще целых 24 часа работы. А, конус забыли. Конус я не забыл. Мне же надо еще его фотографировать. Вот конус. А то его спрячут, и потом, где я буду его искать? Через полгода. А мой, ты скажешь, другой конус? Нет. Скажу, отдайте мой конус номер КС 1,6. Высота, наверное, или что-то. Ну, это, скорее всего, просто производительность. 320 миллиметров. Производство протекста. Приду через полгода и скажу, если не найдется владелец. Отдайте мой конус. Обязано дать. А, кстати, а где мои конусы? Сколько она сдавала у вас? Все, ладно. Жалобы мы, соответственно, написали. Еще по видеосъемке, наверное, подадим. Все, уходим. Все, хорошего. До свидания. Всего доброго. Больше не обманывайте. Подожди, а съемка запрещена здесь? Где? А вот. Мы ее не знали. Внутренний правиль. Не знаю. Ладно, не будем. Все уже. До свидания. Так много времени потеряли. Вот так, друзья. Владели полиции принимают обращения. Кубанский округ.